Здравствуйте! Канал НТВ плюс Спорт Классика представляет вашему вниманию очередной классический, можно сказать, матч из истории участия советских клубов в европейских турнирах. Кубок УЕФА сезона 85-86 годов. Спартак Московский против Нанта. Первый матч, который состоялся в Тбилиси, выиграли гости со счетом 1-0. И мы с вами сейчас посмотрим ответную игру, которая уже прошла на французской территории. Ну а мы это Олег Пирожков и я Михаил Мельников. Добрый вечер. И вы сразу же видите ошибку в титрах у французских наших коллег. Тех лет тренером Спартака обозначен Петр Шубин. На самом деле он был ассистентом Константина Бескова. Вот такой вот ляп. Ну, с другой стороны, чем французы порадовали в этом матче, это прекрасного качества полем. Качество газона отличалось намного от поля, которое было в Тбилиси, увы, где Спартак и Нант проводили первый матч. Но понятны причины. Все-таки Спартак с Нантом играли в Тбилиси в конце ноября. А здесь вот мы смотрим, это уже декабрь месяц. Но в Европе погода более мягкая. Во Франции, в частности, климат более мягкий, чем у нас. Сейчас состав Нанта на ваших экранах. Мы еще раз поговорим о том, кто вышел с первых минут. Всех футболистов вам назовем и о некоторых из них расскажем чуть подробнее. Тем более, что вот среди тех, чьи фамилии вы видите на своих экранах, есть люди, которые потом стали известны и как тренеры тоже. Ну а тренером Нанта в то время был месье Жан-Клод Сеудо и месье Гельмут Коль, арбитр, хотя, наверное, скорее Гер, Гельмут Коль, австрийский судья. Австрийская бригада обслуживала матч ответный 1-8 финала Кубка UEFA того сезона. Да, про Австрию мы не случайно упомянули, чтобы вы ненарок, мы не подумали, что канцлер Германии обслуживал этот матч. Ну, так это в плане шутки. Команды уже готовы выйти на поле. Перед Спартаком в этом матче стояла очень сложная задача. Нант был на ходу. И надо сказать, что в лице Нанта Спартак получил в сопернике команду, которая, в общем, была очень похожа на него по стилю и манере ведения игры. Но, пожалуй, вот на этот отрезок сезона французы были посвежее. Это и неудивительно. У Спартака был за плечами очень длинный и сложный сезон. Команда в чемпионате Советского Союза заняла второе место. Николай Петрович Старостин, начальник Спартака, по этому поводу так с иронией выразился, что нас поздравляют, говорят о нашей стабильности. Но в этой стабильности уже некий укор видится, потому что Спартак, долгое время занимая места в тройке призеров, никак не может повторить свой чемпионский успех 79-го года. Вот так вот сказал Старостин. Ну и пока вы смотрите, как команды готовятся начать игру. Очень красивый антураж. 50 тысяч зрителей на стадионе Лебежуар. Цветы от футболистов Нанта Спартаковца. Мы вам скажем, что совсем скоро, буквально через полминутки, у нас будет возможность вернуться в первый матч в Тбилиси и посмотреть наиболее интересные моменты той встречи с оригинальным комментарием великого Кота Махарадзе. Ну что ж, послушали мы замечательные комментарии. Комментатор великого актера и футбольного комментатора Кота Махарадзе. И вспомнили, как болели в Тбилиси, в том числе за московский Спартак в 80-е годы. Ну, если не считать, собственно, матчи против Тбилисского Динамо. Думаю, что именно Спартак был любимой командой грузинской публики вот именно в те годы, в те десятилетия. Да, и не случайно было выбрано именно в Тбилиси для проведения этого матча. Спартаком были и другие южные города, куда, в принципе, можно было поехать, чтобы сыграть с Нантом. Но поехали именно в Тбилиси. Там собралось 48,5 тысяч зрителей, которые очень хорошо поддерживали Спартак. Но, увы, добиться победы не удалось. Мало того, пропустили, как вы видели, гол с пенальти. В этом матче, в отличие от матча в Тбилиси, у Спартака произошла очень важная перестановка. Вышел Сергей Родионов, который пропускал первую встречу с Нантом из-за травмы. Получилось так, что в Тбилиси Спартак играл против Нанта фактически без единого чистого нападающего. А здесь вот появился ударный форвард. Ну, и Родионов, кстати, вот на тот момент в том розыгрыше Кубка UEFA был, наряду с Черенковым, одним из двух лучших бомбардиров, они забили по два. Ну, и у Нанта было изменение. Не играл аргентинец Хорхе Буручага в ответные встречи. И с первых минут вышел под восьмым номером Пьер Морис. Тот самый Морис, который, выйдя на замену, в Тбилиси забил с пенальти в ворота Спартака. Ну, и теперь, я думаю, можно еще раз представить составы команды. Ну, давайте с хозяев начнем. Жан-Поль Бертран Деман. Снова в воротах Нанта первый номер. Далее второй Вильям Аяш. Третий Кшиштоф Франковский, наверное, по-французски. Следует его фамилию произносить все-таки, несмотря на польское происхождение. Четвертый Ивон Леру. И вот первая опасная атака Нанта правым краем. Но подставлена нога, мяч уходит на угловой. Под пятым номером Мишель Дерзакарьян, шестой Винсан Брасильяно, седьмой Фабьен Деботте, восьмой Пьер Морис, девятый Вахид Халил Ходжич, десятый Жозе Туре и одиннадцатый Лойк Анис. И Жан-Клод Сеодо по-прежнему на тренерском посту, на тренерском мостике, скамейке. Как хотите. Спартак обороняется, угловой хозяевам успеха не принес. Вот, может быть, контратака у нашей команды получится. Сейчас набирает скорость Родионов, он под одиннадцатым номером, но паса ему не последовало. Через правый фланг продолжается атака Спартака. Это Черенков, навес и мяч выбивает из штрафной, по-моему, это был Ильям Аяш. В состав Спартака Ренат Досаев. В воротах под первым номером он капитан команды. В поле второй Альмир Каюмов, третий Борис Кузнецов, четвертый Сергей Новиков, пятый Александр Бубнов, шестой Сергей Шавло, седьмой Евгений Кузнецов, восьмой Геннадий Морозов, девятый Юрий Гаврилов, десятый Федор Черенков, одиннадцатый Сергей Родионов и главный тренер Спартака Константин Иванович Бесков. Ну и что, и с другой стороны, действительно очень много людей, которых мы уже теперь знаем совершенно в ином качестве, связанном с футболом так или иначе. Капитана французской команды, я вам не назвал, это тоже галкипер, тот самый Бертран Деман, который защищал ворота сборной Франции на чемпионате мира 78-го года. Бертран Деман, JPBD, как называли его комментаторы, о Франции, в Англии. Так вот, этот человек, легенда Нанта, всю свою карьеру провел именно в этой команде, более 500 матчей провел, ну и вот этот сезон стал одним из последних для него, как действующего футболиста. Закончил он карьеру в 87-м году, а я напомню, что мы смотрим с вами матч, который стоялся 11 декабря 85-го года. Газон, кстати, очень хороший для декабря, хотя Нанта это, в принципе, север Франции, то есть там зима вовсе не теплая, там снег даже бывает иногда. Вот то, чем отличалась эта игра от матча в Тбилиси, при всем уважении к гостеприимным хозяевам Константин Бесков после матча с Нантом, который состоялся в Тбилиси, отметил, что качество поля, может быть, не позволило Спартаку показать все лучшее из его арсенала. Но были и другие причины, и о них мы по ходу матча поговорим, так или иначе будем проводить параллельно с первой игрой между этими командами. Сейчас Каюмов не дал мячу далеко отскочить за пределы штрафной. Альмир Каюмов, которого мы сейчас в наше время знаем как футбольного арбитра, обслуживает матчи российской премьер-лиги. Вот в то время он был молодым и подающим надеждой защитником Спартака, ему был 21 год всего. Ну а вот Гельмут Коль сейчас собирается первую санкцию вынести уже, которая будет занесена в протокол матча, желтая карточка. Желтая карточка и получает ее Федор Черенков. Мы говорили о том, что Бертран Деман, легенда Нанта, но и, наверное, лишний раз подробно не стоит напоминать о том, что значил и значит в истории Спартака Федор Черенков. Ну и у нас пауза в игре. Давайте еще раз посмотрим, что там на самом деле стряслось. Здесь легенда Спартака действительно сыграла достаточно грубо. И Франковский нуждается в такой достаточно серьезной помощи врачей. И тогда еще не придумали на носилках сразу выносить игроков за пределы поля. Поэтому вот такая долгая довольно пауза. И тогда, между прочим, не прибавляли так педантично судьи к основному времени, те минуты, которые были затрачены на лечение травмированных. Ну, конечно, добавляли, но не так, как сейчас. Ни по 4, ни по 5 минут такого и в помине не было. Вот будет интересно понаблюдать, сколько на самом деле Гельмут Коль прибавит к первому тайму. Ну и, соответственно, не было правила, что если игроку помощь оказывают, то он обязан покинуть хоть на какое-то время пределы поля. Поэтому Франковский снова в игре. И сейчас Досаев с Борисом Кузнецовым разыгрывает мяч от своих ворот. Спартаку надо отыгрываться, напомним. Минус один гол по итогам Тбилисского матча. Ну, атака не получилась совсем. Мяч просто выкатывается за пределы поля. Пьер Морис бросает аут назад. Это ответный матч 1-8 финала Кубка UEFA. И стоит сказать о том, что Спартак начал свои выступления в этом розыгрыше матчами с финским клубом ТПС в 1-32 финала. Дважды победил 1-0 дома. Мяч забил Черенков. И 3-1 в Турку. Родионов, Новиков у Спартака отличились. Еще один мяч финны забили сами себе. В 1-16 финала Спартак оставил за бортом Брюгге. Брюгге, в составе которого тогда зажигалась звезда Жан-Пьера Попена, французского нападающего. Так вот, Черенков забил с пенальти в первом матче. 1-0 Спартак выиграл. И 3-1 в гостях. Бубнов, Родионов и Шабло. За Спартак забили. И как раз Жан-Пьер Попен забил единственный мяч Брюгге. Ворота Спартака. Вот так получилось, что обоих своих предыдущих соперников, это ПС и Брюгге, Спартак победил по два раза и с одинаковым счетом. 1-0 дома, 3-1 в гостях. Ну и надо сказать, что Спартак к этому моменту завершил выступление в чемпионате СССР и в очередной раз занял второе место. То есть уступал он и Днекру, и Зениту, ну и вот в данном случае Киевскому Динамо. Первую строчку в таблице. Отставание было небольшое, всего два очка. Но, тем не менее, опять совсем немного не хватило до чемпионского титла. Евгений Кузнецов, вот, собственный штрафной, начал атаку Спартака. Теперь длинная диагональ на Родиона. Вон там был один в борьбе с французским защитником. И, к тому же, еще один французский футболист страховал своего партнера. Ну и что там показывают игроки Нанто. Игра остановлена. И, может быть, замена нужна. Может быть, Кшиштоф Франковский и не сможет продолжить матч. В общем, повреждение было довольно серьезное. Он, правда, похромал-похромал и вернулся в игру. Но посмотрим, как все будет в самое начало матча. И тогда, напомним, еще один нюанс. По две замены только можно было проводить. Вот Сергей Родионов как раз с ничем сейчас был. Ну, пока, в общем, не видели мы его в действии. Пока ищут, где можно было бы прорвать оборону Нанто. Пытается открываться в разных зонах. Ну, мяч получает точно эпизодичный. А вот очень хороший проход. Это Жозе Туре. Ну, правда, вот этим пасом затормозил развитие атаки. А вот попытка уже в навесе на дальний угол вратарской. И там Альмир Каюмов, зная и видя, что за спиной соперника, выбивает просто мячную голову. Ну, вот Франковский хромал-хромал, а ходить-то он не может сам, к сожалению. И действительно, Нанто приходится проводить первую замену уже на 11 минуте первого тайна. И выходит Антуан Камбуаре. Интересно, что этот футболист сыграет много позже против Спартака в середине 90-х в Лиге чемпионов за Пари Сен-Жермен. Это будет еще не скоро, это будет практически через 10 лет. Ну, а здесь Антуан Камбуаре, который только что вышел на замену, молодой, совсем 19-летний парень. Ну, а еще позже, после Парижа, он еще выступал за Осьон и, может быть, немножко не доиграл до этого момента, чтобы еще раз сыграть за Спартаком. Угловой, между тем, довольно опасный. И здесь Досаев так и не решил, похоже, что ему делать, потому что сделал несколько шагов вперед, потом остановился. Ну, и такая возникла нервозность. В нашей штрафной стоит сказать и о том, что Ренат Досаев получил повреждение во время одного из контрольных матчей Спартака перед этой ответной встречей с Нантом. И до последнего дня его участие в этой игре было под вопросом. Колено его беспокоило. Ну, а что касается игры на выходе, то, если честно, она и не была никогда сильной стороной этого галкипера. Камбуаре на правом фланге. Обороны своей команды. Да, и бедняга Франковский. Он этот матч не доиграл до конца и выбыл на довольно продолжительный срок. Ну, а во Франции в разгаре был национальный чемпионат в то время. Родионов с мячом. Можно было Черенкову, может быть, попытаться вернуть мяч, но Родионов другое развитие атаки предпочел. Борис Кузнецов. И снова Родионов. Кстати, про чемпионат Франции. Да, вот ты упомянул, Нант был к этому моменту шестикратным чемпионом страны. Но вот после своего последнего титула неизбенно занимал второе место. И в этом смысле как раз со Спартаком параллельно они в своих национальных турнирах двигались. Вот до этого матча, да, по-моему, и в этом сезоне тоже идти и другие не стали вторым. При том, что и Нант, и Спартак показывали очень зрелищный футбол. Ну, так часто бывает, чемпион по качеству игры не всегда оказывается чемпионом в прямом и в самом таком главном смысле. Не всегда занимает первую строчку. Красиво на коротке. Спартаковцы разыгрывают мяч. И последняя передача в штрафную не прошла. Продолжается атака. Сергей Шавло у него из-под ног выбивает мяч Антуан Камбуаре. Шавло, кстати говоря, в ответном матче с Брюгге забил сотый мяч Спартака в Еврокубках. Но часто Спартаковцы разыгрывали угловые именно таким образом. Не старались навешивать, там, бороться вверху. А вот именно короткий розыгрыш. И, кстати, белеские динамовцы тоже часто делали в те годы именно вот такое исполнение стандартов. Ну, ни к чему не привел в данном случае. Ни к чему не привела эта попытка. Нант отбился. Причем там за счет индивидуальных действий. Он бразильянно отобрал мяч. И спокойно Нант уже начинает свою атаку. Французы играют очень осмотрительно. Понятно, что они танцуют, прежде всего, от результата первого матча. Но это вовсе не значит, что они собираются прижиматься к воротам. Команда играет на своем поле при 50-тысячной аудитории. И команда, как мы уже говорили, на ходу. У нее есть своя хорошо поставленная игра. Ну, и несмотря на то, что потеряли одного из игроков основного состава, был травмирован Франковский. И несмотря на то, что не играет Буручага, все равно Нант это очень опасный соперник, очень серьезная команда. А Спартак, так, по крайней мере, пока кажется, Спартак еще никак не может почувствовать игру в такой полной мере. Есть этому оправдание. У нас-то сезон уже завершился. Спартак старался как-то поддержать форму. Команда отправилась в Западную Германию для того, чтобы сыграть несколько товарищеских матчей. На самом деле, как потом признавал Константин Бесков, эта идея себя, может быть, не очень оправдала, потому что играть пришлось на плохих очень полях. То в снег, то на гаревом поле, то на раскисшем почти на болоте. Играли с командами любительскими низкого класса. Ну и вот, в общем, форму как следует поддержать не смогли. Да еще и Досаев травмировался. Сейчас досмотрим атаку Нанта. Удалось не дать сопернику сходу войти в штрафную спартаковцам. Туре делает передачу в борьбу. Сам подхватывает мяч. Еще дальше. Ну, а у Аниса. Чтобы на где мяч выбили. И что теперь здесь? Аяш. Еще один игрок сборной Франции. Ну, и это не удар. Конечно, по крайней мере, удар не опасный. Кроме того, очень не точный. Так вот, Константин Бесков на самом деле очень любил, конечно, сначала сам принимать решения, а потом эти решения критиковать с таким видом, как будто это кто-то заставил его делать. И вот у меня такое ощущение, что в данном случае это было именно так. Как, кстати, ощущение, что разговоры насчет не самого лучшего поля в Тбилиси, это все-таки была скорее такая отговорка, как поиски оправдания за поражение. Но я скажу так, что Спартак, прибыв в Тбилиси и увидев газон, отказался там тренироваться, чтобы поле не добивать. И команда тренировалась на базе Тбилисского Динамо, где не было соответствующих размеров поля, где были немножко другие условия. Там, в общем-то, условия были, ну, не располагавшие к полноценному восстановлению после вот перелета и этой тренировки. В общем, наверное, логика вот в словах Бескова, она была. Если бы поле было хорошим, то Спартак, наверное, на нем бы потренировался накануне. Так или иначе, это уже было дело прошлое. Спартак первую встречу проиграл, и нужно было отыгрываться здесь. Нужно было выигрывать во Франции. Это Деботе, полузащитник Нанта. Шел вперед, наткнулся на спартаковскую ногу. Но наткнулся не просто так, там был фол и штрафной. Пока игра, в принципе, раундая, может быть, чуть больше владеют мячом французы. Но мы видели, что у Досаева пока серьезной работы не было. В то же время спартаковцы уже несколько раз доходили до чужой штрафной. И, в общем, при такой игре как раз они могут ждать своего шанса. То есть не ждать, а создавать его вещь людям. Пер Морис пробил поворотом штатный исполнитель стандартов в Нанте тех лет. Ну, скажем так, один из. Ну, а фол, из-за которого случился штрафной, допустил Альмир Каюмов. На повторе вы прекрасно видели, как он въехал по ногам сопернику Каюмов с самого начала своего пребывания в Спартаке. Пребывание, которое, в общем, долгим-то не получилось, к сожалению. Зарекомендовал себя как очень жесткий защитник. И вот в том составе, пожалуй, он был одним из самых бескомпромиссных игроков. И просто так мяч никому не уступал, вырывал с мяса. Во встречах с французскими командами это, в общем, очень даже пригодилось Спартаку. И вообще чемпионат Франции еще не был настолько заполонен тогда игроками с африканского континента. Но, тем не менее, наверное, был одним из самых жестких в Европе. Ну, по крайней мере, если брать в расчет вот ведущие страны. И мы видели, как уже и Черенков, в общем, играл, скажем так, не очень мягко против своего оппонента, делая подкат сзади. Милака, ему сам Бог велет. Шаблон с мячом. Пока не слишком заметен в составе Спартака Юрий Гаврилов. Гаврилов, кстати, сетовал на то, что Спартаку пришлось переходить с искусственных полей на естественные в конце сезона. Ну, не то, чтобы он был бы рад так и доиграть чемпионат на коврах в Олимпийском. Нет, просто констатировал факт, что другие группы мышц задействованы, когда вот играешь на естественных, к тому же осенних полях. И Гаврилов признавался, что после первой же тренировки Спартака в Тбилиси, а перед этим Спартак три матча провел в Олимпийском на искусственном газоне, так вот, после первой же тренировки очень заболели ноги. Может быть, это одна из причин того, что в Тбилиси Спартак не показал своей фирменной игрой. Правым флангом Спартак атакует, это Евгений Кузнецов. Спокойно отбились французы, но продолжишь передачу прямо на сопернику, и потому что у Спартака получится второй темп атаки, опять Шарло, теперь он слева, перед ним Камбаре, и подкат угловой, еще один Спартаковец заработает. Камбаре, в общем, играет спокойно, без ошибок и без изысков особых, ну, понятно, что его задача, задача молодого защитника, который, к тому же, вышел на замену в пожарном порядке, не навредить, прежде всего, и потом только уже думать о каком-то творчестве. В общем, задача любого защитника. Я просто думаю, что в этой ситуации это еще умножается на молодость, и вот на то, что он заменил Афранковский, замена которой, в общем, которую предугадать было, наверное, невозможно перед началом матча. И вот Камбаре вбрасывает мяч из-за боковой. Ну и подключается вперед. Морозов жестко против него сыграл, и какое там решение судья принимает еще один штрафной австрийский арбитр. Коль назначает в сторону ворот Спартака. На этот раз Геннадий Морозов не слишком чисто сыграл. Собственно, мы говорили, что Каюмов жесткий, ну а Морозов, что разве мягкий был защитник, тоже умел сыграть на грани фола. Ну, если уж по фамилиям называть, то потом Александр Бубнов настолько хорошо вписался в оборонительную линию московского «Динамо», состоявшую из самых знаменитых касталонов в истории советского футбола. Ты имеешь в виду «Автоген» и «Косы». Да-да-да. Но мы не будем раскрывать так немножко интригу. Сохраним, может быть, кто-то не знает, кому-то надежали эти прозвища. Просто сейчас у нас «Спартак» играет. Вот будет играть «Динамо», если посмотрим, то тогда может быть поговорим и об этом. «Спартаковцы» начинают атаку от своих пород. Нам не особенно прессингуют. Ну вот здесь, в центре поля уже наблюдается такая достаточная плотность. Посмотрим, что получится у москвичей в этой атаке. Черенков не получает мяч. Ошибка при передаче на коротке. Родионов. И снова Федор Черенков. Вот Гаврилов очень красиво, но, к сожалению, неэффективно. Практически без моментов идет, пока игра. А уже ведь больше половины первого тайма позади. Ну и, может быть, нам устраивает такое развитие событий. А вот у «Спартака» сейчас острая атака получается. И далеко отпустил от себя мяч Сергей Новиков. Уже не контролировал он его и позволил французам эту атаку прерваться. Новикова очень сильно журил Константин Бесков по итогам первого матча в Тбилиси. Ну, вообще, отношение к Новикову у Бескова было очень своеобразным. С одной стороны, это было его открытие. Молодой футболист, в котором он видел задатки очень большого таланта. Ну и кому дано многое, с того строго не спрашивают. Вот поэтому Новикова Бесков критиковал. В частности, критиковал его прохладное отношение к тренировкам. Вот именно на финише этого сезона. Гаврилов подавал угловой. Мяч французы выбили за пределы штрафной. Говорят, любишь кататься, люби и саночки возить. Любишь медок, люби и холодок. Против Каюмова на этот раз сыграли очень жестко в подкате. Вот Бесков открыл. Последний игрок до Бесковского Спартака Валерий Гладилин. Как раз вот в этом сезоне расстался с командой. А Бесков Спартак принял уже, вот когда они вылетели, да, в 76-м году. То есть вот это уже команда целиком и полностью собрана из каких-то, кстати, ненеслимых источников. Там ведь он открывал не просто молодых футболистов, а он там в 30 лет доходил, людей в Орехов и Зуева, да. И вот это уже команда про каждого из игроков, который, можно сказать, что он был в той или иной степени открыт для футбола советского именно Константин Мебескова. У французов может получиться неплохая атака левым флангом. Там уже в штрафной ждут передачи два футболиста. Ошибся Каюмов, но Бугнов вовремя подстраховал партнера своего, оказался рядом с Амисом, к которому мяч отскочил и перехватил. Но все-таки у Нанто пока чуть получше с организацией атак. Более цельной выглядит игра французской команды. Победа Дебуте в центре поля сыграл на коротке с Леру. Того уронили. Такой может быть спорный фул, вроде плечом толкал. Родилонов седьмого номера Нанто, но он усвешнул. Арбитр. Туре до конца борется. Туре, да, уже вроде проиграл мяч, но еще немножко потолкался, обогнал. У кого там? Бориса Кузнецова. Ну, было нарушение, да, по-моему, или нет? Или это так, по катящемуся мячу от ворот Досаев выполнил удар? Сергей Новиков пас вперед, но приходится возвращаться назад. Морозову сыграл с Бубновым. Евгений Кузнецов. Пошел, пошел в обводку. От двоих сумел ускользнуть, но вот третий французский футболист выбил мяч. Тогда были другие времена, и вот мы смотрим на состав Нанто и считное количество легионеров. Там находим Франковский, он имеет французский паспорт, тот самый, который получил травму. Есть Вахид Халилходжич, который как раз в этом сезоне закончил выступление за сборную Югославии. Провел свой последний, 15-й матч в ее составе. Ну и который тоже, в конце концов, французский паспорт получил. Да, 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 да. Вот и аргентинец Буручага не играет сегодня. Вот, собственно говоря, а так все остальные французы. Ну и никаких легионеров не было, и позволю себе сказать, и быть, наверное, не могло в составе российской, советской команды. Вот иногда похоже такое ощущение, да, по первому тайму, который мы смотрим, что вспоминает Спартак, что надо ему все-таки отыгрываться. И вот как раз в эти моменты Нанто очень осторожно действует, отходя всей командой, всеми десятью полевыми игроками довольно глубоко на свою половину. Ну вот два таких было отрезка, так по три-четыре минуты. Но в целом, конечно, Шептенант владеет территорией. И вот очередная атака, но опять это не слишком опасно. Так, в общем, мы не видим сегодня, пока во время нашего исторической трансляции, какой хороший вратарь был Ринат Досаев. Доботе пробил, но там мяч попал в ногу полевого игрока Спартака, терял скорость. Это Бубнов. Борис Кузнецов пасует вперед, и транзитом через судью Коля мяч приходит к Сергею Новикову. Ну, у Новиков-то хорошую передачу делал Черенкова, а вот почему-то Федор то ли что-то задумал совсем уж, такое хитрое, пропустил мяч дальше. Может, хотел его догнать уже там, за спиной последнего защитника, но этот вариант не прошел. Жан-Поль Бертран Деман. Миша уже сказал, что он был вратарем сборной Франции на чемпионате мира 78, но тот чемпионат для него сложился неудачно, как, в общем, и для всей французской команды. Она не вышла из группы, но это ладно. Бертран Деман получил очень серьезную травму спины в матче против Аргентины. Отбивая мяч, ударился спиной о штангу, ну и вот был заменен. И тогда получилось так, что ворота сборной Франции защищал в ключевом матче группового турнира. Вышел защищать вратарь, который изначально котировался как третий или даже четвертый номер в сборной. Это Доминик Барателли. Ну, кстати, вот не вышли тогда французы, но, не знаю, на мой вкус, это был самый лучший вообще в истории чемпионатов мира групповой турнир, когда в 1-4 сошлись Аргентина, Италия, Франция и Венгрия. И все четыре команды вполне заслуживали быть, там, не знаю, ну, по крайней мере, там, в шестерке, да, лучших команд мира. Ну, по поводу венгров, может быть, оговорку можно сделать. А тогда? Там же тоже, у венгров тоже были неприятности, потому что удалили ни за что Теречика и Нилаша в первом же матче. И были они дисквалифицированы на второй. Поэтому венгры, может быть, там не показали действительно, что были тогда способны. Ну, даже и без венгров. И то, эта группа сейчас просто мечтать могут о таком, те любители футбола, которые ездят на чемпионаты мира. О таких группах. Тогда хозяева не получали каких-то поблажек вот при жеребьевке, при рассеивании команд. И получилось так, что у аргентинцев, хозяев чемпионата, действительно была очень сложная группа. Мы, собственно, вот этот экскурс в историю затеяли еще и для чего? Чтобы вам напомнить о том, что сборная Франции тогда была очень мощной командой. Вот эта мощная команда родилась, по сути, на чемпионате мира 78, хотя и не добилась там ничего. Но потом она набирала силу. Матч проходит в 85-м году. Французы к этому времени заняли четвертое место на чемпионате мира 82 и являются действующими чемпионами Европы. Вот такой серьезный соперник у Спартака. И в этом составе Нанте есть футболисты национальной сборной Франции, те же Леру и Аяш. Удар поворотом, да и Туре тоже, конечно же. Ну и вот Досаев вступил в игру. Ты говорил, что ему не приходится демонстрировать мастерство. Но вот, наконец, первый опасный удар. Давайте посмотрим еще раз после атаки правым флангом. Ну и вот, судя по действиям Досаева, ощущение, что для него этот удар не опасный. Хотя, посмотрите, как головой здорово в нижний угол переправлял мяч игрок Нанте. Но с какой легкостью, с какой грацией Ренат этот мяч достает. И вот именно такие его действия очень важны были для партнеров по команде, как и всегда. Именно от галкипера, именно от последнего человека, должно исходить вот этот заряд уверенности, что все надежно, все хорошо. Полчаса команда сыграли в первом тайме, пока ничья 0-0. Ничья, которая, напомним, на руку французскому клубу, он имеет преимущество после того, как победил в Тбилиси. Туре. Туре и Амис сыграли на коротке, и теперь уже поджимает нашего защитника Антуан Камбуаре. Это Борис Кузнецов. Он уйдет из Спартака и потом вернется в команду уже при Олеге Романце. Новиков. Новиков. Собственно, по поводу Бертрана Демана мы тоже можем сказать, что пока мы не могли убедиться, насколько он хороший. Да, потому что где-то что-то вот рушится у Спартака даже еще до завершающей стадии от Атати. Не последний, а пред-последний или пред-пред. Последний пас или в борьбу, или... Там просто какое-то недопонимание между партнерами. Ну, здесь попытка навеса, но, в общем, один человек всего штрафной, и то прикрыт. Так что опять нет момента голевого. Досаев от своих ворот начал комбинацию Спартака. Сергей Новиков с мячом. Гаврилов с Бубновым играет. Новиков. Футбол Спартака тех лет был построен на коротких и средних передачах. Но когда команда была в нужных кондициях, это получалось просто феноменально. И не случайно игроки Нанта в своих интервью перед первым матчем и перед ответной игрой говорили, что они были просто потрясены, когда посмотрели видеозапись ответной игры Спартака с Брюги. Тогда просто игра москвичей произвела на их будущих соперников очень сильное впечатление. На самом деле, вообще для французов... Мы считали, что французский клуб достается в сопернике, это как бы соперник серьезный. Во Франции считали то же самое про команды из союзного чемпионата, потому что уже в последующие годы... Ну вот, момент мог возникнуть у Спартака, но немножко неточна. Передача последняя, Родионов не успевает. Так вот, и коллеги, да, журналисты, и... Ну, просто знакомых я спрашивал. Как вот тогда, что вы думали про Киевское Динамо, про Спартак, про Динамо-Тбилиси? И, может быть, это... Были еще какие-то исторические реминесценции, да? Потому что долго СССР был закрытой страной, и еще когда только у Реймса, там, у какого-то были первые контакты. Вот, может, они наложили какой-то отпечаток. Ну, в общем, чемпионат СССР считался, во Франции, по крайней мере, за другими странами скажу, действительно одним из ведущих. И вот тот же Спартак нантом воспринимался как очень серьезный конкурент. Опасный штрафной. У ворот хозяев. Подача. Но довольно легко обороняется. Да, подача не опасная, оказывается. Ивон Леру выбил мяч за пределы штрафной. Теперь позиционная атака Спартака. Гаврилов. Новиков. Это Морозов получил пас от Родионова. И Родионов на входе в штрафную тут же его встречает соперник. И не дошла передача до Евгения Кузнецова. Геннадий Морозов. В потере и у Нанте есть возможность быстрый контратвет организовать. Но здорово играет Каюмов. Здорово. И на этот раз абсолютно чисто в подкате. Это Черенков. Вот это его игра. Практически на месте. Да, стоя на месте, заставляет соперника бегать вокруг себя. А мяч от него прячет, как, не знаю, конфету от малыша. Лой Камис перевел мяч на противоположный левый фланг. Туре на Брасильяно. Нанте тоже не прочь повозиться с мячом. Устраивает долгие розыгрыши. Но как только соперник теряет бедительность хоть немножко, тут же следует очень острая передача, как правило, во фланг. Ну и там уже выдвигаются по центру нападающие. И тот же Хрил Ходжич готов замкнуть любую подачу, любой навес или прострел. Камбуаре. Ну и конец таймы уже, собственно говоря. И, в общем, играя по счету, нам... Ну вот момент, да. По счету, по счету. А вот действительно реальная голевая угроза. Первая фактически в сегодняшнем матче. Посмотрите, какая передача мягкая была. Как удобно было этот мяч остановить и подработать вот здесь уже в штрафной. Мы с вами рассуждали о том, какой был хороший форвард Вахид Хрил Ходжич. Вот сейчас он имел возможность открыть счет в этом матче. Ну там Бубнов, собственно говоря, спас. Я, кстати, удивлен, что не назначил угловой арбитр, потому что совершенно очевидно Александр Бубнов подставил ногу и выручил в этом эпизоде свою команду. Нант еще раз доказал, что с ним постоянно надо держать ухо востро. В общем, ни на какую ничью французы не играют. То есть они, конечно, будут не против, если матч так завершится. Ну и ладно, не пройдут дальше. Но команда хочет забить. И самое главное, она четко представляет, как это можно сделать и старается. И здесь уже никто не подсказал Сергею Шавло, что никого из соперников там нет. И он выбил мяч на головы, хотя можно было просто его не трогать. Вот так вот даже поцеловал мяч, прежде чем выполнять удар от углополя французский футболист. Ну вот очередная ошибка Рената Досаева на выходе. Ну как очередная? Вторая, да, в сегодняшнем матче. Но там рядом партнеры оказались. Слишком много было игроков перед бьющим, что мяч мог беспрепятственно пройти в ворота. Это Сергей Родионов, вынужден ждать партнеров. Ну вот поддержка есть. Шавло еще можно дальше направо. Нет, Шавло удерживает мяч у себя, разворачивает атаку по центру передачи. И будет угроза воротом. Ощущение, конечно, что вверху Спартак проигрывает. И в своей штрафной, и в чужой. Шавло с мячом был, получил пас от Черенкова. Рядом находился Каюмов, но дальше налево, конечно, не было смысла пасовать. Надо было обострять. Сергей Шавло и попытался это сделать, но слишком много там было французов. Вот это может обернуться неприятностями. Нет, Каюмов перехватил пас и не отказал себе в удовольствии даже чуть-чуть почеканить мячом. Борис Кузнецов. Да, на Кузнецова. И метров в 15 продлылся вперед. Районов теперь слева открывается, получает передачу против него Камбуаре. И мяч уходит только от кого? Успел. Нет, уже в зале. Коснулся мяча Антуан Камбуаре. И будет удар от ворот. Камбуаре не проигрывает практически единоборств. Мы уже говорили о том, что его скорость и здоровье позволяют ему возвращаться очень быстро назад, даже после вылазок на чужую половину поля. Желто-зеленая форма. Желто-зеленые болельщики уже называли долгое время Нант Камарейками. В 85-м году. Где-то в 50-х, если не ошибаюсь. Как мне, опять же, французы рассказывали, это прозвище родилось. Ну и просто поразительно, форма Нанта похожа на форму национальной сборной Бразилии. Да, собственный футбол, техничный, тоже похож. И есть футболист по фамилии Барсельяно в составе Нанта, хотя он и француз. Было нарушение. Мяч возвращает арбитр Спартаковцем и Юрий Гаврилов, естественно, там. Но, возможно, отсюда прямой удар будет поворотом, да? Стенка пока явно не на том расстоянии стоит, на котором она должна находиться. Ну, три человека, вот именно такое количество своих партнеров отледил в стенку. Бертран Деман, не маловато ли? Ну, посмотрим. Борис Кузнецов и Гаврилов около мяча. Оригинально. Оригинально, но не опасно. Хотя угловой заработанный мяч коснулся одного из игроков Нанта. Не купились на эту задумку Кузнецова француза. Он рассчитывал, что кто-то выйдет из стенки. Угловой и вновь он никакой остроты у ворот французов не приносит. Правда, подбор спартаковцы постарались забрать. И удар по воротам с лета очень красиво. И кто это бил, по-моему, Новиков. Вот, кстати, было так неприятно для вратаря, если от мяч попал. В створ уже вроде вышли из обороны французы. И тут оборотка такая. Ну, Бертран Деман не торопится на последнюю минуту первого тайма. Пытаются теперь уже спартаковцы возглавляют штрафной соперников встречать. Так или иначе. Да, и Гаврилов, и Родионов. Ну, и вот пришел Каюмов помогать. И помог, кстати, очень даже неплохо. Так или иначе, Спартаку придется активизироваться. Потому что надо забивать. И если не в концовке первого тайма, то уж, по крайней мере, после перерыва надо будет стараться атаковать и быстрее, и большими силами. Ну, быстрее, насколько позволяет собственное состояние. Еще раз напомним, это декабрь месяц. И давным-давно уже наш сезон завершен. И очень большая нагрузка выпала на футболистов Спартака в этом сезоне. И некоторые из них привлекались в сборную Советского Союза, да и национальный чемпионат, в котором тогда участвовало 18 команд, тоже было продолжительным и напряженным. Так что вот сами судите. Мы тоже замечаем, что они бегут в Спартаковце, что как-то ускорит процесс, хотя это всего лишь конец первого тайма. А Спартаку надо один гол забить, чтобы уравнять ситуацию по сумме двух матчей. Я разглядел на трибуне французских фанатов флаг Великобритании, чтобы это значило. Там был и французский триколор, и британский. Морис готовится пробить штрафной. Скидка была неплохая на Туре, но дальше продолжить атаку ему не дали. Гаврилов. Юрий Гаврилов на тот момент был лучшим бомбардиром. Спартака в Еврокубках забил уже 18 мячей. Новиков. Очень хорошая передача. И вот едва Гаврилов не оформил свой 19-й мяч. Там был, конечно, рикошет, который создал вот эту вот остроту. Мяч поскакал по перекладине. Ну что ж, еще одна опасная. Да, странно, да, отбивал Бертран Деман. Действительно, ему здесь сложно, но вот вроде уже достал мяч. И он... Да, он то ли, то ли решил, что мяч все-таки уйдет. Но, по крайней мере, он его не коснулся угловой, потому что от ноги защитниками. И слову, кто-то... Говорят, что везет сильным. И Бертран Деман, наверное, своим беззаветным служением нам-то, заслужил, чтобы в таких вот микроэпизодах ему все-таки везло. Опять мяч у «Спартаковцев» будет. Бубнов здесь разыгрывается с Морозовым. Тут штрафной возвращается мяч к Бубнову, а тот разворачивается лицом к своим воротам. В конечном итоге это к ошибке приводит. Вот я думаю, что ошибки такие невынужденные, в таких простых ситуациях, которые вроде бы к ошибкам и не располагают, это как раз доказательство того, что «Спартак» не в лучшем состоянии, находится не в оптимальном, так скажем. Хотя Жан-Клод Сиудо, когда на пресс-конференции в Тбилиси, его спросили по поводу соперника, решили узнать его мнение. Он сказал, что вот все говорят, что «Спартак сейчас не слишком хорош». «Тогда я не завидую тем командам, против которых «Спартак» выходит в своем лучшем состоянии». Ну и был прав, наверное. Шабло. На самом деле все говорит о том, что и в те годы уже проблема существовала. Насчет несохпадения календаря чемпионата СССР, тогда теперь России, и календаря европейского. Ну и все. Первый тайм завершен. 0-0 в матче «Нант-Спартак» на стадионе «Ля Божуар» в «Нанте». «Спартак» мог в концовке первого тайма отличиться, но и у «Нанта» была, по крайней мере, одна стопроцентная голевая возможность. 0-0. И посмотрим, что нам принесет второй тайм. «Спартаку» напомним, надо обязательно выигрывать, надо забивать, чтобы проходить дальше в четвертьфинал Кубка УЕФА. Вот таким образом развлекались в перерыве, развлекали болельщиков в «Нанте». пока отдыхают футболисты. Здесь и оркестр, здесь и группа поддержки, но тем не менее какая-то группа макрокукольная. Ну а «Спартаковцы» уже на газоне, готовы к началу второго тайма. По-прежнему ситуация такова, что им нужно один мяч отыграть. Для того, чтобы добиться права продолжить эту игру уже в дополнительное время. Гигантская канарейка, которая забила гол, покидает поле. И сейчас игра возобновится. Наверное, имеет смысл назвать составы команд. Еще раз их для вас озвучим. Ну и теперь «Спартака». Начнем. Ренат Досаев в воротах под первым номером в поле. Да, и вот наши болельщики. Видите, красные советские флаги. Так вот, Досаев в воротах под первым номером. Кстати, это не выезд был, я все-таки боюсь. Это люди из посолочника. Мне тоже так кажется. Так, чем или иным образом оказались по работе, по делам в середине 80-х во Франции. Да, так вот, Досаев в воротах, капитан команды. В поле второй Альмир Каюмов, третий Борис Кузнецов, четвертый Сергей Новиков, пятый Александр Бубнов, шестой Сергей Шавло, седьмой Евгений Кузнецов, восьмой Геннадий Морозов, девятый Юрий Гаврилов, десятый Федор Черенков и под одиннадцатым номером Сергей Рыденов. Константин Иванович Бесков, главный тренер «Спартака». Жан-Поль Бертран Деман в воротах французской команды. Вильям Аяш второй номер, под третьим играл Франковский, но получил травму уже в дебюте матча. Отыграв всего 10 минут, покинул поле, вместо него вышел под двенадцатым номером Антуан Камбуаре. Играет его там, кстати, с мячом на правом краю обороны. Иван Ляру четвертый, Мишель Дерзакариан пятый, шестой Венсан Бразильяно, седьмой Фабьен де Ботте, восьмой Пьер Морис, девятый Вахид Халилходжич. Вот сейчас он с мячом в центральной зоне, а в общем, наверное, у него была самая реальная возможность открыть счет в первом тайме, когда фактически один на один он вышел. И вмешательство Александра Бубнова спасло «Спартака» от очень больших неприятностей. Жозе Туре десятый и Лей Камис одиннадцатый. Жан-Клод Сиудо, главный тренер «Нанта». И очень большой интерес вызвал эта встреча во Франции про заполненный до отказа стадион Бужуар, мы вам уже говорили, 50 тысяч зрителей, аудитория этого матча. Ну и 200 журналистов французских были аккредитованы на эту встречу. Это был рекорд Еврокубкового сезона 85-86 для Франции. Вот ты углядел британский флаг, а мне сейчас показалось, что уругвайский. Там, правда, солнышко было не совсем правильное, но, в общем, по цветам и по конфигурации очень было похоже на флаг республики Уругвай. Отличная передача, но чуть-чуть. Ой, вот Бертран Деман ошибается, мяч в ворота в итоге не попадает. И на старуху бывает проруха. Жан-Поль Бертран Деман не лучшим образом здесь сыграл. Отпустил мяч Кузнецов, делал передачу на Черенкова. Чуть-чуть не хватило скорости Черенкову, но там помешали вратарю французского и уже пытался через него перебросить в ворота оставленные. Сергей Новиков. Сергей Новиков, это именно он мог открыть счет. Хладнокровия, может быть, не хватило. Это Шавло теряет мяч. Жозе Туре в первом матче против Спартака в Тбилиси. Жозе Туре играл с травмой и после того, как гости наладили игру и во втором тайме стали гораздо реже Спартак пропускать сильным оборотом, футбол у Нанто пошел. Рискнул даже заменить Туре Жан-Клод Сиудо в той игре. Ну и здесь вот Туре снова в стартовом составе. И Саи Балячка, он, видимо, залечил. А вот Нанто атака и, в общем, такая спартаковская атака в короткий пас. Двое-троих обыгрывали и едва-едва дело не дошло до удара по воротам. Ну, вообще выгодно отличается от первого тайма начала второго. Острее гораздо заиграли и те, и другие. Шавло проиграл единоборство. Попытался рвануться вперед Вильям Аяш. Защитник, который очень любил и умел подключаться к атакам. Игрок обороны, ну, такого современного, что ли, плана. Латераль, как сейчас их называют. Причем ему, насколько я помню, было, в принципе, все равно, где играть. Справа, слева, не важно. А в сборной Франции, собственно, все такие защитники были, да? У Идальго. Там тоже. Донерк, да, благодаря которому, собственно, Франция и выиграла чемпионат Европы. Который неожиданно вдруг превратился в главного бомбардира. Спартаковцы с мячом, Кузнецов ошибается. Кузнецов подарил мяч Жозе Туре. Жозе Туре на тот момент действующий олимпийский чемпион 84-го года в Лос-Анджелесе. Да, кстати, вот мы еще не сказали, да, мало того, что чемпионат Европы. Еще олимпиаду. У нас просто этой олимпиаде очень мало внимания уделяли, точнее, вообще никакого не уделяли, потому что соцлагерь туда не поехал в ответ на московский бойкот. Но футбольный турнир там был едва ли не самый интересный за все последние олимпийские соревнования. В финале Франция с Бразилией сыграли. И выиграли. Да, выиграл Францию 2-0. Франция под руководством Андри Мишеля, который принял и национальную команду вскоре. Так вот, Жозе Туре – это действующий олимпийский чемпион, а Евгений Кузнецов, у которого он отобрал мяч, это будущий олимпийский чемпион уже Сеула 88-го года. Хотя вот я сказал действующий… Я об этом еще не знал. Да, поэтому почти не забрал. Я сказал действующий, наверное, такого понятия нет. Олимпийский чемпион – это раз и навсегда, это на всю жизнь, и бывших их не бывает. А это официально. Новиков играет с Бубновым, Бубнов на Юрия Гаврилова, Гаврилов под ногой, мяч пропустил, французы тут же оборотку организуют. Несколько ошибок Гаврилова мы видели, но в чем дело Олег уже рассказал. Но вообще-то вот в те годы как раз это родилась поговорка, авторство Константина Бескова приписывает, да, что не знаю, что делать с мячом, отдай его Гаврилова. Дальше уже были разные вариации, другие фамилии использовались, но вот как раз среди болельщиков в советских именно тогда в ходу. Так или иначе, но вскоре, через некоторое время Гаврилов вынужден будет покинуть «Спартак». В общем, там конфликт такой скрытый с Бесковым, он в конце концов вот вылился в этот уход Гаврилова, но и был вариант с отъездом за рубеж, а в итоге пришлось переходить в Днепр. Но много лет спустя, возглавив команду «Осмарал», Константин Бесков позвал туда уже Юрия Гаврилова, Юрия Васильевича Гаврилова, и он был ведущим игроком этой команды в те недолгие сезоны, когда «Осмарал» выступал в лучшем виде. Нант идет вперед. Халил Ходжич показывает, что он не прочь и в подыгрыше действовать, и принять участие в развитии атаки, а не только в ее завершении. От Сергея Новиков сыграл на своего тезку Шавло, Шавло дальше на левый фланг. Слишком сильно, слишком сильно, чтобы Родионов достал этот мяч. Ну, конечно, Родионов просто не подстроился ни в шаг ему, да, была эта передача, вот если бы не переступался на две на ногу, успел бы он это отработать. Камбуаре, который вышел на замену по ходу матча, ну, в самом начале первого тайма, именно он сейчас был с мячом. Нант, после того, как была вот эта пятиминутка, команды обменивались атаками встречными туда-сюда. Нант показывает, что он и темп может так позбивать. Ну, и вот моментально, то, о чем мы говорили в первом тайме, как только нарисовалась возможность сделать передачу в свободную зону, туда пас последовал, и здесь небольшая стычка даже возникла. У нас Геннадий Морозов получил небольшое повреждение, потому что соперник слишком уж размахивал руками и попал ему в глаз, по-моему. Морозов, стеночка не прошла на этот раз. Луик Амис, это вот именно он конфликтовал с Морозовым, сейчас сделал не самую лучшую передачу. Дерзакарьян, Мишель Дерзакарьян, защитник Нанта, пятый номер. Вот именно он, в частности, говорил в интервью, что Спартак произвел на него очень сильное впечатление. Дерзакарьян, который впоследствии сыграет за сборную Армении. Ну, да, будучи уже очень возрастным футболистом. Другое дело, что он уже стал возрастным футболистом, когда Армения стал самостоятельным государством и получил возможность играть в свою сборную. Да, исторические корни он и Эрик Асадурьян, напомню, а также Марсела Кирамиджан. Вот эта троица сыграла за сборную Армении несколько матчей. Угловой у ворот Спартака. Это опасно. Мы в первом тайме отмечали, что москвичи, к сожалению, проигрывают борьбу в воздухе. И сейчас проиграли. Другое дело, что удар получился не опасным. Вот тоже, кстати, уже второй раз в этом матче. Мы видим, и вот буквально сейчас вспомнил, что очень часто Досаев по катящемуся мячу выполнял удар от ворот. Ну, тогда сквозь пальцы смотрели арбитры. Почти всегда на такие дела. Каюмов. По поводу Каюмова очень интересно говорил наставник Нанта, Жан-Клод Сиудо. Говорил, что мы переполошились буквально, когда увидели его игру против Брюгге. Мы ничего про этого парня не знали. Он стал для нас настоящим откровением. И мы думали, как же против него играть. Во-первых, очень жесткий, не пускает никого в штрафную. Но и к атакам тоже любит подключаться. На контрасте с Каюмовым, все-таки имена лидеров Спартака были известны в Европе. И таким вот откровением игра Гаврилова-Черенкова, конечно, стать не могла. Для того же Родионова. Родионов здесь ему 23 года, очень молодой футболист, но ведь у него за плечами уже чемпионат мира в Испании. Ну да, во-первых, сборная. Во-вторых, с 1975 по 1980 годы был у Спартака перерыв в выступлениях в Еврокубках, когда он из лучшей виде даже вылетал. А вот с 1981, начиная уже регулярно, светились на европейской арене. И были... Причем у Спартака, вот, как мне помнится, было очень много успешных выездных на матче в Бельгии, в той же, в Англии. Именно что демонстрировали свое искусство зрителям европейскому живьем. Юрий Гаврилов, у мяча время-то идет, между тем и Спартаку по-прежнему нужно забить хотя бы один мяч для того, чтобы уравнять шансы. Родионова встречает Бразильяна, теперь аут бросает Евгений Кузнецов, но перехват Аяш, вот, посмотрите, где Вильям Аяш, вот, он бежит к мячу, нет, немножко не успевает, конечно, но там передача была не совсем туда. Но Вильям Аяш ближе всех к воротам Спартака находился из игроков Нанта. Аяш родился не во Франции, а на территории одного из доминионов французских, вот, стал одной из таких первых ласточек, может быть. Потом эта практика получила очень широкое распространение. Ну, Камбуаре из Новой Каледонии. Да, да. Камбуаре, вот, насколько я помню, его международная карьера такой сочной, яркой не получилась, хотя подавал очень большие надежды и во французской молодежке. Играл, вот, к тому времени. Ну, и мы видим, что ему доверяют. Его выпустили на замену в матчах, где очень многое на кону выпустили в самом начале. И он выходил также на поле и в Тбилисской встрече, тоже, правда, тогда в концовке. Еще одна атака хозяев, буквально опускаясь на колени, Геннадий Морозов восстанавливает мяч, при этом касается его рукой. А судья показывает, что не было нарушения в борьбе с Морозовым, хотя казалось, что игрок Нанта его подталкивал. Опасная игра. Штрафной был в сторону Спартака, теперь свободный будет, да, вот, показывает, что высоко Александр Бугнов поднял ногу в борьбе с соперником. Прямой поворотом не идет, но, тем не менее, это практически на границе штрафной площади. И это очень опасный момент, и сейчас будет уворот Рината Досаева. Прямой не идет, действительно, но здесь есть варианты. У французов есть, в первую очередь, Пьер Мурис, есть Халил Ходжич, у которого очень хорошо поставленный удар. Собственно, вот они сейчас вдвоем и стоят у мяча, Мариса Халил Ходжич, и партнеры могут им подыграть. И маленький Луэк Амис, маленький в смысле роста, там тоже что-то подсказывает своим товарищам по команде. Пробил Мурис, правда, угодил в ближнего спартаковца. Еще один штрафной, и вновь у мяча восьмой номер Пьер Мурис. Бугнов мяч выбил, а здесь от Надьи Аяши он уходит за пределы поля. Ну, еще вот о чем мы не сказали. Кубок УЕФА ведь в те годы был очень представительный турнир. Не в пример теперешнему, да, который все хотят реорганизовывать, но не знают как. Вернее, знают, но неизвестно, к чему это приведет. Потому что ведь только чемпион представлял свою страну в Кубке чемпионов. Ну, и вот, так, чтобы далеко за примерами не ходить, на стадии 1-8 финала вот этого розыгрыша, да, вот параллельно с матчем на Спартак играли. Милан играл, Интер играл, Мадридский Реал играл. Кстати, была там замечательная пара с Гладбахской Барусей, когда 5-1 дома Гладбах выиграл. Тогда была очень серьезная команда, все еще гремевшая в конце 70-х, но еще сохранявшая свою силу. Но Реал дома взял реванш 4-0 и прошел дальше. Спортинг Лиссабонский, Кёльн, Атлетик Бильбоу, ну, в общем, было все в Кубке Уефа в иные годы, в том числе и вот в этом сезоне, может даже и поинтереснее, чем в Кубке чемпионов. Да, то есть не может, а наверняка. Красиво играют французы, здесь одна передача, пятка и другая. И вот Амис уже входит в штрафную Спартака по левому флангу, пас! Очень опасно было. Морозов успел помешать удару. Халил Ходжич на острие. Я говорил о том, что Халил Ходжич сыграл 15 матчей за сборную Югославии, не так уж и много, но он забил в них 8 мячей. Средняя результативность, сами понимаете, очень приличная. Ну, и тогда все-таки поменьше было товарищеских матчей, вот тех, которые шли в реестр FIFA, официальных таких. Ну, и поэтому, может быть, вот он сыграл меньше, чем мог бы. Сыграть очень опытный игрок здесь, вот в том матче, который мы наблюдаем, Халил Ходжичу уже 33 года. Да, собственно, то, что он легионер, это говорит как раз о том, что ему уже лет немало. Почему? Потому что из Югославии просто так молодым уехать было нельзя. Это все-таки была соц. страна. И, насколько я помню, в то время Ценс был 28 или 29 лет для того, чтобы уехать за рубеж. А Халил Ходжич играл очень долго за клуб Велеш из Мостера. С него же он, кстати, и начал тренерскую свою карьеру, когда буквально через два года после этого матча, еще успев немножко поиграть за Парис Сан-Жармен, Халил Ходжич завершил выступление на зеленом газоне. И два года снова у себя на родине, в Югославии работал тренером. А потом вся его карьера складывалась или во Франции, или в провинциях французских, бывших, типа Марокко. Ну и, собственно говоря, один из самых известных тренеров 90-х и уже 2000-х годов. Спартак атакует. Перед этим некрасиво сыграл Жозе Туре. Ударил по ногам Алимира Каюмова. Ну а с мячом Евгений Кузнецов сейчас у Спартака. Гаврилов Евгений Кузнецов. Нет, вернуть мяч партнеру не удалось. Амис. Хорошая передача и хорошее открывание Халил Ходжича. Он в штрафной. Пытается обыграть Бориса Кузнецова. Падает в борьбе с ним. И вот если бы партнер Халил Ходжича, а это был Винсан Брасильян, если бы он не размахивал руками и не призывал судью дать свисток, назначить пенальти или там штрафной, если бы он сразу пошел на мяч, то, наверное, мог бы и продолжить очень опасную атаку своей команды. Новиков. Жозе Туре выбирает от него мяч. И очередная атака Нанта. Камбуаре на правом фланге. И против него Каюмов. Амис. Обыгрывать Бубнова не рискнул. Морис сыграл назад. Туре. Амис. Очень неплохо на коротке. Прострел. И очередной угловой. Хотя мог Нанта на большее рассчитывать по итогам этой атаки. Очень опасно. Да, ну, в некоторых моментах ощущение, что вот гели-гели, да, успевают спартаковцы отвести угрозу уже в самый последний момент. И, как обычно, Пьер Морис готовится выполнять стандарт, когда он здоров, когда он на поле, он этим и занимается. Выбил мяч Бубнов, это Черенков и Гаврилов. Нет, не дали контратаку в Спартаку провести. И, мало того, опасный выход мог бы быть, да, у ДБТ. Это к воротам Досаева, но на самый угол в штрафной вышел капитан Спартаковский и там забрал мяч. Сергей Шавло. Его путают французские комментаторы с Родионовым, причем постоянно. Родионов-то в штрафной. На самом деле, там рядом был Гаврилов, вот они вдвоем ожидали этой передачи от Сергея Шавло. Это Туре. Один на окружении троих соперников не спешит, кстати, расстаться с мячом. Вот так, очень аккуратно. Он подождал, пока партнер подойдет. Ну, а тут, в свою очередь, ошибся. И Шавло, а не Родионов, делает передачу вперед на, по-моему, Федора Черенкова. Но опять до него мяч не доходит. Камбуаре в простой ситуации подарил мяч Сергею Родионову. Черенков на Шавло. Играет Шавло на левом фланге. Выдвигается Камбуаре. Родионов, вот смотрите, как далеко оттянулся. Гаврилов. Здесь Халил Ходжич зацепился за мяч, удержал его у себя. И опасная контратака Нанта. Вильям Аяш совершенно один. Входит в штрафной О. И до удара по воротам дело не доходит. Похоже, что не глядя делал эту передачу, потому что, на самом деле, три партнера открывались, конечно. Мы пытались открыться в штрафной. Там другое дело, что они были под присмотром. А вот ответ Спартака теперь. Это Черенков. Гаврилов, Черенков, удар, гол! 1-0. 1-0. Федор Черенков забивает мяч неберущимся ударом в самую девятку. Ну и посмотрите, вот какой раз за матч. Не первый, конечно, но и не десятый. Спартаку удалось максимально быстро пройти середину. И здесь сразу дырки. Да, у Нанта. Вот, совершенно свободное пространство для удара. Уходящий от вратаря мяч. Все-таки успел дотянуться кончиками пальцев Бертран Деман до этого мяча, но не настолько, чтобы перевести его на угловой. Гаврилов, автор голевой передачи, вот здесь на коротке. Внешней стороной стопы технично отбросил мяч налево. Жозет Уре не успел накрыть удар Черенкова. Черенков открывает счет. 1-0. И шансы равны. Да, 1-1 становится счет по сумме двух матчей. Вот любопытно, да, что нам пишет. Спартак, Нант 1-0, да, как в Америке. Сначала команда гостей. С большого уважения. И Спартак продолжает атаковать. Черенков выполнял передачу вперед на Сергея Родионова. Мяч французы перехватили брасильяну. На лево пасует Аяш. Там нарушение было все-таки. Подтолкнул спину. Он думал, помогает подняться. Хорошо правило против Пьера Мурис. И сам Мурис будет подавать, очевидно, в штрафную. Есть кому сыграть головой у Нанта. На вес последовал. Удар. И мяч в воротах. 1-1. Очень быстро отыгрался Нант. Очень быстро. И мы будем смотреть повтор. Я думаю, вы согласитесь, что Ренат Досаев вновь сыграл не лучшим, наверное, образом. Он пошел вперед и остановился в полупозиции. Вот, смотрите, еще раз. Там борьба в воздухе. И как раз вот этих полутора метров, которые преодолел Досаев, шагнув вперед, ему потом и не хватило. То есть не дотянулся до мяча. Жозе Туре забил этот гол. Туре, которому не впервой огорчать советские клубы. Еще на рубеже 70-х, 80-х Туре играет за Нант. Будучи совсем зеленым футболистом, ну, там ему было лет, наверное, 18 или 19, он забивал ворота московского «Динамо». Ну, и теперь забил Спартаку. Ну, и вы видели, да, зажженные зажигалки в огромном количестве на трибунах. Это вот такой фирменный, да, фирменный знак боления на стадионе «Бужуар» был у болельщиков. «Бужуар» может быть, кстати, было у других французских клубов, но тогда, к сожалению, мы видели совсем мало французского футбола. Почти вовсе не видели. Так что не могу утверждать определенно. Ну, теперь ситуация, кстати, вот по итогам последней пяти минутки стала для Спартака получше. Потому что теперь забитый гол Спартаку дают не дополнительное время, а прямой выход в 1-4 финала. Другое дело, что времени для того, чтобы забить этот гол, остается все меньше и меньше. Я бы еще сказал, что ситуация поменялась в том смысле, что теперь «Нанту» не нужно самому забивать. И он будет строить свою игру, наверное, по-другому. А если бы счет оставался 1-0, так или иначе французам тоже нужно было бы что-то в атаке продумать. А так вот они могут сыграть на эту ничью. Ну, а Спартаку обязательно нужно второй мяч забивать. Гаврилов на правом фланге. Передача низом в штрафную. А французы, по-моему, ждали верховой подачи. Нет, ну, Гаврилов-то тоже понимает, что верхом там особенно играть бессмысленно. Кстати, мяч-то уходил на угловой, но там то ли было положение в дне игры, то ли какое-то еще нарушение. Усмотрел Гальмутко. Часто сказать, не очень понятно такой листок. Середина второго тайма миновала и пока еще ни одной замены не делал Константин Бесков. Те 11 у Спартака, которые начинали этот матч, они игру и продолжают. У Нанта была одна замена и та вынужденная из-за травмы. Морозов. Пас на Евгения Кузнецова. Это Борис Кузнецов. Так уже придется Спартак с чем-то торопиться немножко. После игры Бесков сказал, что Спартаку не хватило каких-то, может быть, пяти минут для того, чтобы переварить вот этот свой успех. Забитый гол, отдышаться, перегруппировать силы и снова повести наступление. Но мы это видели, на самом деле, что, забив, Спартак тут же провел еще, как минимум, одну интересную атаку. Другое дело, что Нант очень здорово использовал микро ошибки Спартаковцев. Там, помните, ну вот подтолкнул в спину бубнов, хотя могут этого не делать. Во-первых, во-вторых, гол-то со стандарта, а стандартная ситуация, ну, в любом случае, она как-то стоит особняком, да, вот в общем течении матча. То есть это то, где каждый просто по учебнику должен там или держать своего игрока, или быть там-то и там-то. И тоже, собственно, относится и к галкиперу, который при таком на весе должен выходить, а при другом не обязательно. Ну вот и именно это как раз, я уж не знаю, как сказать, отсутствие школы элементарной, да, казалось бы. А на самом деле ведь так и есть, подвело вот в этой ситуации Спартак. И пропустили гол очень важный. Собственно, выход в четвертьфинал кубку ЕФА так и остался, по-моему, высшим достижением советских клубов, да? Да. Вплоть до уже российской непосредственной истории. Вообще в этом турнире был... В куче чемпионов доходили до полуфинала. Кубок кубков выигрывали динамовцы, Кири и Тбилиси. А в кубке ЕФА вот это был рубеж последний. Да, и очень сложно было на самом деле преодолеть вот именно этот рубеж одной восьмой. По одной простой причине, вы прекрасно понимаете, мы об этом уже говорили раза три, наверное, по ходу репортажа. Матч играется зимой. У нас чемпионат уже закончен. Вот эта стадия, одна восьмая финала была самой сложной для наших команд. Наверное, вне зависимости от того, кто был соперником. Тем более, что вот Михаил уже называл, перечислял клубы, которые вместе с Спартаком и Нантом продолжали борьбу в Кири и ФА на стадии одной восьмой. Там слабых команд нет практически. Слабых или каких-то таких сереньких. Очень много клубов-лидеров в своих странах и клубов, которые себе имя давным-давно сделали на европейской арене. Но такое ощущение все-таки, что какая-то свежая кровь Спартаку требуется. Новиков пасовал на Родионова. Рядом был Гаврилов, но мяч спартаковцы потеряли. И здесь уже Жозе Туре. Острая передача, и Борис Кузнецов прочитал развитие французской атаки, опередил на мгновение Фабьена Деботе. Последние 15 минут. Теперь уже не будет никакого дополнительного времени, потому что Спартак забил... Потому что Нант забил на своем поле, но Спартак дома не забивал. И счет уже не повторяется. Туре с мячом, а Камбуаре побежал вперед поддерживать атаку. Это я к тому, что даже удерживая вот это вот скользкое равновесие в матче и удерживая общее преимущество по сумме двух встреч, на последних минутах уже игры французы не отказывают себе в удовольствии атаковать с подключениями крайних защитников. Ну, просто потому, что это их футбол, и отказываться от него, значит, заведомо давать преимущество соперникам. Черенков пасовал в штрафную, и снова вверх там снимают французы без всяких вопросов. Красиво. Дорозакарьян с мячом сыграл на левый фланг брасильяну там, и подключается снова Вильям Аяш. Публика нравится, да, вот что-то типа бразильского оле, да, при каждой передаче буквально игроков Нанто, вот в этой атаке мы слышали. Там люди тоже умеют ценить красивый футбол. Сейчас, может быть, не получился вот этот последний пас, у Аяши мяч просто свалился с ноги. И быстро французы отошли на свою половину. Новиков пасует Черенкову, оттого мяч отбирают. ДБТ направо. Жозе Туре, Амис. Слева Брасильяну, Амис. Передача на дальний угол Вратарской, там никого из французских футболистов не было, и, по-моему, нарушает правила Фабьен Деботте. Да, на многие вещи судьи тогда закрывали глаза, вот сейчас Деботте взял и отбросил мяч. Так, вроде бы, по ходе, возвращаясь на свою половину, но он это сделал совершенно сознательно. Я думаю, что вот сейчас линейный судья тут же бы дал сигнал главному. Борис Кузнецов. Играет с Морозовым. Каюмов подключается к атаке. Вот он там на дальней от нас, а не бровки, а это Родионов. И снова Алимар Каюмов. Хороший очень перехват был. Только вот Паш непонятно куда, но там, в общем, атаки не могло получиться. Кроме того, по-моему, свисток уже прозвучал, в чью сторону только. Со стороны хозяев было нарушение. Да, вот возвращает Коль, игру почти штрафной. А у Спартака замена произошла тем временем. Нам вот так ее не показали. Но вышел Евгений Сидоров, и он заменил Сергея Шавло. У Сидорова 15-й номер на футболке. Сидорова Бесков критиковал после тбилисского матча. Сказал, в частности, что он вообще не вписался в игру. Сидоров опытный футболист, 29-летний. По-разному складывалась в разное время его карьера в Спартаке. Но был техничным. Но я помню, в частности, что в середине 70-х он забивал в чемпионате Союза гол ударом через себя. До него, по-моему, только Юрий Чесноков это делал. И то, когда был больной. И раньше, в 50-е, так если покопаться в справочниках, были такие прецеденты, но очень-очень редко. Сидоров вышел, он атакующий полузащитник. Мы еще раз говорим о том, что, собственно, форвардов у Спартака было мало. И в Тбилиси вообще играли без чистого номинального нападающего. Здесь вот Родионов есть. Ну, а так все остальные это игроки из средней линии, которые любят и умеют поддерживать атаку. Начиная с Щеренкова, ну и, в общем, до Сидорова, который вышел на замене. Только средние защитники тоже. И в этом преемственность Романцева. Романцевского Спартака была как раз вот этой команды. И потому всегда у Спартака и была. И были самые большие проблемы в обороне. Ну, дайте еще раз посмотрим, как пропустил Спартак гол. Да, в общем, можно было и помешать пробить каким-то образом. Там просто рядом находился сыгроком Нанта защитник. Ну и Дасаев. Дасаев в этом случае сыграл не лучшим образом, не выручил. Вот ты говорил о том, что у Спартака защитники очень любили ходить вперед. Еще одно подтверждение. Сейчас мы видели, и Геннадий Морозов оказался впереди. Ну, Морозов, он универсал, он играл и в средней линии, и в обороне. В общем, действительно, Бесков подбирал людей в свою команду. Прежде всего, по принципу того, как человек понимает футбол, как он умеет мыслить на поле. Ну, и вот это был основополагающий критерий. И в таком случае было неважно, откуда игрок из второй лиги, что ему 29 лет. Это неважно. Если он может заиграть в спартаковский футбол, очень специфический, тогда он достоин быть в команде. Здесь стычка произошла небольшая. Вот Амис, он маленький да удаленький. А Джозе Туре взял и ударил губного. А тот, по-моему, хочет голову открутить олимпийскому чемпиону. Ну, вот играли, играли. Друг стенки на стенках. Да, была, в общем, игра, ну, не скажу, что самая корректная из всех, что мы видели на канале Классика. Но, по крайней мере, немного было именно умышленных, умышленно грубых нарушений. А вот тут... И прибежал высоченный Ивон Леру, видимо, чтобы придать веса французскому присутствию на этом участке поля. Желтая карточка Абубнову и желтая карточка Жозе Туре. Я все-таки скажу, Туре, он молодец, он забил гол Спартаку. Играет здорово через него большинство атак на анто строится. Но был эпизод, когда он очень грубо сыграл против Каюмова. И вот сейчас здесь он тоже совершенно неправильно себя повел. И первый начал задевать Губнова. Тот ему потом ответил, конечно, тоже некрасиво. Но все-таки при своем мнении остаюсь здесь француз провоцировал. Атака Спартака. К слову, француз, я бы еще добавил слово, которое мы слышали из-за скота Махарадзе. Ну да, в самом начале, когда смотрели фрагменты первого матча. Да, здесь вот чувствуется, что нервничают футболисты. И Новиков стал отбирать мяч у соперника так очень настойчиво. А дело все в том, что надо повторить штрафной, и стоило ли это вот таких нервов. Забавно, что вот сейчас судья Австрийский себя проявил настоящим педантом. Хотя во многих других эпизодах, более что ли показательных, он почему-то закрывал глаза на то, что по катящемуся мячу удар производится. Или там игрок отбрасывает мяч. Вот это вроде нормально. А в данном случае вот два француза оказались на газоне. И я не думаю, что это попытки так вот тянуть время откровенно. В общем, игра, она, наверное, складывается не таким образом, чтобы Нант занимался вот такими вот вещами. Спартак, собственно, после того, как забил, 100% моментов не создавал. У чужих ворот таких голевых по-настоящему. А вот разборки, они затягиваются. По игре все-таки ощущение, что немножко повезло Нанту, что удалось им так быстро счет сравнять. Потому что еще вот, действительно, ты вот приводил слова Константина Бескова, еще пять минут, и уже игра бы совершенно другая была у французов. Уже им нужно было бы нервничать, потому что время уходило. Уже нужно забивать, ну, или рассчитывать на дополнительное время. Ну, как случилось, так случилось, да. Хоть была так история, со слогательным кламинием не знает. И после двух матчей Нант по-прежнему идет в один мяч. Всего лишь пять минут имели удовольствие спартаковцы сохранить равновесие. И вот это Бу и свист с трибун, это персонально для Александра Бубнова. Он снова сыграл жестко, нарушил правила борьбы за мяч. Такое ощущение, что он завелся в том, что... Ну, то что, как полицу ударил, ну, а чё ж ему не зависит, конечно. Хотя, в общем-то, Бубнов был хоть и, скажу, что корректным, но именно хладнокровным игроком всегда. И еще... Грубил осознанно. Еще один штрафной и снова вот эта вот процедура. Поцелуй дарит мячу Пьер Мурис, прежде чем пробить. Это, кстати, у кого-то из рэкбистов он посмотрел. Ну, точно-точно, потому что есть у некоторых игроков такая, я уж не знаю, привычка или как это назвать, ритуал. А на севере Франции рэкбит, пожалуй, более популярен, чем футбол. Ну, не конкретно, знаете, но во многих городах. Жозе Туре, французы перехватили мяч. Мурис, удар по воротам. Вот в течение одной минуты Пьер Мурис дважды пробил створ ворот Спартака. Правда, Досаев всякий раз занимал идеальную позицию для того, чтобы поймать мяч. Четыре минуты остается. Длинной передачей пытался Морозов эту атаку развить, но она не прошла. И нам контролируют. Хорошо мяч в середине. Не просто контролируют, а сам идет вперед. Ну, а Досаеву-то за что свистит французская публика. Досаев там тоже, кстати, принял активное участие в этих препирательствах, но он больше разменял. Так он как раз, да, пришел успокаивать. Если там и своих, и чужих. Сидоров с мячом. Пас на Новикова. Новиков с Щеренковым играет и попытка Сергея Новикова в касании отправить мяч в штрафную. Сидоров, Родионов. Его по-прежнему французский комментатор называют Шавло. Да, Шавло Родионов. Ну, у него, может, спишек неправильный там игроков. Но дело-то в том, что Шавло заменен уже. Вот в чем дело. Шавло уже нет на поле вообще. Ну и что, Спартак зарабатывает угловое? Нет. Нет, все-таки нет углового. Хотя мы отмечали, что розыгрыш стандартов и подача стандартов французам удавались в этом матче куда лучше, чем в нашей команде. И совсем мало времени остается. Если продолжать тему флагов и то, что теперь у нас баннерами называют, то вот на трибунах еще удалось разглядеть плакат, обращенный лично к Халилхоуджичу. Из лидеров команды выделяют его болельщики. Когда-то, Давид, не так много было легионеров в чемпионате Франции. И ситуация была примерно такая же, как вот у наших первых отъезжавших хоккеистов, футболистов тоже. Когда говорили, что очень тяжело прижиться в чужой стране, но Халилхоуджич стал своим в Манте. Ну, а вот момент очень неприятный. Ну, мы говорили о том, что Александр Бубнов после того столкновения, в общем, резко потерял контроль над собой. Стал играть жестко. Раз-два встретил французов на грани фола. А здесь эту грань переступил, к сожалению, и удаляется с поля. Сфалил как раз на Халилхоуджича. Спартак еще в довершении ко всему и в десятером остался. Ну, в общем, на самом деле, наверное, не столько значимо это в такой ситуации, потому что играть остается уже меньше двух минут, ну, плюс те вот секунды, да, которые тогда добавляли арбитры. И то есть чувство особого расположения, а такого чувства, по-моему, Геймут Кольк Спартаку не испытывает. Каюмов выбил мяч головой за пределы штрафной площади. Евгений Кузнецов пасует вперед. И Спартак переходит в одну из последних своих атак. Сергей Новиков получил пас от Гаврилова. Переводит налево мяч. Там был Родионов. Гаврилов в центре штрафной. Ну, здесь-то угловой будет. Кстати, очень рискованный был подкат. Уже в пределах штрафной. Могли спартаковцы пенальти в этой атаке заработать. Другое дело, как бы арбитр отреагировал, если бы было нарушение. Ну, вот замена вторая, да, в составе французов. Одна была в самом начале матча, другая в самом конце. Выходит на последние полторы минуты Кристоф Робер. Под пятнадцатым номером и меняет он Амиса. И обратите внимание, Родионов пошел разыгрывать угловую Спартака. Единственный чистый форвард. И вот сейчас он врывается в штрафную. Но мяч французы выбивают. Черенков технично убрал мяч от соперника. Пытался пасом найти Сергея Новикова. А это уже Пьер Мурис. Начинает контратаку Нанта. Пас на Халил Ходжича. Там был офсайт. Евгений Кузнецов. Пытался встретить его Кристоф Робер. Удалось отобрать мяч. Брасильяну пас назад. Теперь перевод на левый фланг. Спартаковцы, конечно, идут большими силами вперед. Теперь у них возникают пустоты. Но Анант не торопится в контратаку. Сохраняет мяч. И сохраняет эту важную для себя ничью. Один-один в матче. Два-один по сумме двух встреч. И Анант выходит в четвертьфинал Кубка UEFA. Чтобы соблюсти исторический долг, мы скажем, что этот розыгрыш в итоге выиграл мадридский Реал. Ну, а вместе с вами эту игру смотрели сегодня Олег Пирожков и Михаил Мельников. Встретимся на НТВ+. Счастливо.